Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас микс Макдональдса и вкуснейших роллов в Калифорнии. Здесь еще есть шапочка и две штуки. Сзади тут запрятался у меня имбирь, васаби и соевый соус. В этот раз я заказала не в любимой доставке, потому что мне нужен был всего один сет. У нас здесь внизу открылся ресторанчик, в котором продают роллы, поэтому я решила взять оттуда. Сгоняло на улице так жарко, хорошо, что есть хотя бы ветерок. Я вам не рассказывала, но мы купили кондиционер. Или я вам говорила, я уже даже не помню, что я говорила, что нет. Посмотрите, какие огромные роллы просто. Какой он широкий. Так, один хотя бы должен пойти. Блин, что-то уж делать. Непрухо. Очень вкусно. Хотя в последнее время, кроме своей любимой доставки, уже, наверное, полтора года нигде не ела роллы. Но эти вкусные, надо говорить честно, как есть. В общем, купили мы, значит, кондиционер. Сегодня утром нам должны были его доставить. Приходят, ой, с креветочкой. Калифорния, оказывается, с креветкой. Я даже не обратила внимания. Но очень вкусно. В общем, приходят, значит, нам устанавливать кондиционер. Я заметила, что один из парней как-то странно на меня смотрит. Потом он поворачивается ко мне и говорит, а я вас знаю, вы блогер. Я сейчас немножко даже растерялась. Думаю, откуда? Он даже как бы не русскоязычный. Он по-русски не знает. Это, конечно, очень приятно, что тебя узнают. Представьте, если бы все 200 тысяч человек, которые на меня подписаны, все были бы из Баку. Я взяла себе в привычку скринить все интересные вопросы. И вот один из скринов, плюс он был где-то месяц назад. Я совсем забыла про него. Привет, Айкусик! Смотрю твои видео. Очень аппетитно ешь. У меня такой вопрос. Какие черты характера молодого человека твоего тебя не устраивают? Или же, с какими чертами характера ты бы не смогла смириться и не стала бы общаться с подобным человеком? Конечно, идеальных людей нет. У всех есть свои плюсы, есть свои минусы. Без этого никуда. Сказать, что кто-то идеален, нет. Просто по мне, надо искать максимально подходящего. Кто-то говорит, там, жадность, чтобы делал крутые подарки, красиво ухаживал. Для меня это не главное. Красиво ухаживал, это, конечно, приятно. Но разные ситуации бывают. Иногда бывает, мужчина на последние твои деньги, на последние свои деньги тебе что-то покупает. А в конце, когда вы уже поженились, ты понимаешь, что вам просто негде жить. То есть человек не умеет распределять свои доходы. Это меня очень сильно отталкивает. Но я бы ни в коем случае не стала бы общаться с мужчиной, если бы поняла, что он какой-то бабник. Если бы поняла, что человек очень грубый и сильно агрессивный. Кто не смотрел там историю, смотрела на пусть говорят или говорим и показываем. В общем, муж от ревности отрубил кисти, рук, жены. Прикиньте. Взял ее в лес. Прежде всего, адекватность человека. Все остальное будет. Если человек псих, он и не поменяется. Для меня самое главное, чтобы было целеустремленное, чтобы не было лентяем. Например, папенькиным сыночком. Все за счет родителей. Сам ничего не может. Очень важная черта характера. Вот самая важная. В общем, чтобы человек был не пессимист. Я не могу. Не могу быть в отношениях с человеком, который не радуется жизни. Я каждое утро просыпаюсь. Я благодарю Аллаха за то, что я живу. За то, что у меня столько возможностей. Я могу кушать, что я хочу. Я могу одеваться, как я хочу. Понимаете, спасибо Господу Богу за это. За эту возможность. За эту прекрасную жизнь. Посмотрите, огромный ролл. Но вот как не благодарить Бога. Люди в Африке голодают. У нас роллы. Калифорния с креветкой. Вкусно, конечно. Следующий вопрос. Буду читать вкратце. Есть ли люди, которые тебя очень сильно обидели в жизни, и которым ты никогда не простишь это? Я ненавижу директора школы, в которой я училась. Я пришла в школу в обуви чуть-чуть на каблуках. Но это была шпилька. В то время я только переехала в Азербайджан, и родителей рядом со мной не было. То есть я была подростком, и как бы сама себе пойти купить обувь у меня как бы в голове не укладывалось. Поэтому мне приходилось ходить в этой обуви хотя бы некоторое время. Я это объяснила классному руководителю. Получается, в это время я в 10 классе. Директор 210 школы увидел меня, позвал подойти к себе. Я подхожу, и он мне такой говорит. Еще раз, говорит, ты наденешь эту обувь, я тебе твои ноги отрублю. Прикиньте. Отрублю ноги. Вот если кто-то знает Рамиз Мелима, который сейчас директор 210 школы, отправьте, пожалуйста, ему это видео. Как ему не стыдно быть директором и нести такую ересь. И вы знаете, я прям три дня плакала. Мне настолько было обидно. То есть можно отругать ребенка, можно сделать замечание, можно как-то объяснить и так далее. но говорить, я отрублю тебе ноги, прикиньте, это просто джух. Я его потом видел в ресторане. Он сидел там с другими директорами или с кем-то, в общем. Я просто хотела подойти и сказать, это та девочка, которой вы говорили, что отрубите мне ноги. Но потом в жизни я как бы научилась прощать людей. даже если тебе сделали что-то плохое. Мстить, придумывать что-то. Это все не нужно. И что меня удивило, он до сих пор директор этой школы. С таким-то подходом. Так, у нас дальше макчикен. Обалденные, аппетитные. Были разные ситуации, когда обижали, конечно. Просто самое главное, если это там сверстники, еще что-то, кто тебя обижает, самое главное уметь за себя постоять. Не бойтесь. Любой отпор это отпор. У нас в школе был случай, один мальчик очень сильно доставал одну одноклассницу. Она была толстая. Это такой, знаете, хулиган школы. Ему бы над кем-то поиздеваться. А он такой худенький, маленький. В общем, доводил он девушку, доводил. Девочку, точнее. Так, что сделала. Взяла ручку и просто со всей дури воткнула ему вот сюда. Это потом вызывали скорую, там, разбирательство, все дела. Я не говорю давать отпор таким образом. Я имею в виду словесно. Ну, просто, знаете, в какой-то степени я понимаю эту девочку. она училась вместе со мной и долго терпела. Очень долго. Потом она видит, что ничего не меняется. Вот после этой ситуации до 11 класса никто к ней не придирался, не задирал ее. А с мальчиком ничего не произошло. Просто у него здесь навсегда шрам остался от этой ручки. Мама мальчика начала строить из своего ребенка жертву. Вот она больше по габаритам, она вот так, вот сяк. Там, не знаю, моральные ущербы, все дела. Какой моральный ущерб? Твой ребенок гнобил другого ребенка на протяжении четырех лет. И в четвертом классе это произошло. зато этот мальчик стал более спокойным. Прежде чем что-то сказать, начал думать. Конечно, не вариант так себя вести, но хотя бы словесно ответить, посадить человека на место это дорогого стоит. Еще что-то по телевизору видела. Девочка опять же такая пухленькая взяла стул и просто шарахнула по голове мальчику, который доставал ее на протяжении там шести-семи лет. и что не дай бог конечно мальчик попал в реанимацию и до сих пор не может прийти в себя. Возможно вы тоже видели эту передачу потому что она обошла прям все паблики. мне кажется просто немного даже делала во вседозволенности. Например у моего дверного брата два ребенка и оба очень воспитанных. Я помню когда его старшая дочь была маленькой еще а мы заходили вместе в супермаркет с его женой и ребенок например хотел киндер сюрприз она просила мамы и вот так вот ей на ушко мам у тебя есть деньги я хочу киндер сюрприз то есть не дай бог чтобы я это все дело не услышала ребенку было 4 наверное годика совсем маленькая малюсенькая приходит например к нам в гости никогда не скажет подари мне это дай мне то очень воспитанные дети а иногда заходишь в какой-то супермаркет орет ребенок бьет маму лежит на полу купи я сказал купи я убью себя если ты не купишь мне кажется это наверное зависит от воспитания вот я бы очень хотела чтобы мне не было стыдно за своих детей я бы лучше одного бы родила но дала им воспитание чтобы не было стыдно чтобы не было таких ситуаций вот непонятных на этом все подписывайтесь на мой канал если у вас есть идеи какие сочетания на мукбанках можно придумать то пишите обязательно в комментариях всех люблю не забывайте подписываться всем пока не забывайте